Всем привет! Сегодня у нас 25 июля 2020 года. Украина, город Кременчуг. Показываю новый сорт моей коллекции. Сорт абрикоса промышленного назначения. Сорт называется Селена. Это румынская селекция отличного товарного качества, ананасной группы. Плоды довольно-таки крупные. Сейчас сорвем, покажу. Вот такой вот имеет вид. Это первое плодоношение этого сорта. Вот какие-то плоды. Интересный такой у него вид. Надеюсь, вкус. Я их еще не пробовал. Сейчас я сорву и продегустирую. Тут даже держится более-менее крепко. Так, вот эта ветка была на солнышке, а вот еще они зеленые висят. Пережил отлично холодную весну 2020 года. Вот плоды в листьях. Сейчас покажу. Дерево привито... Вот тоже красивые плоды. Дерево привито на подвой пумиселект. Размер, конечно, этот подвой дать нормальный не может. Думаю, если бы он был привитый на жердель, на дикий абрикос, плоды были гораздо крупнее. Но урожайность вот на дереве видно в тени. Там много висит его, в принципе. Заморозок принес отлично. Так, а ну сейчас тут сорвем еще. Плоды, даже на пумиселекте, довольно крупного размера. Сорт поздний. Половина плодов еще зеленые. Это те, что на солнце. Вот такой вот имеет вид. Уже, я думаю, что поспели. Сейчас положим на веса, продегустируем. Урожайность, в принципе, держит неплохо. Так, давайте посмотрим, какой вес. Плоды очень красивые, очень крупные на вид. Давайте просмотрим, что он покажет на весах. 65 грамм, 67. Блин, это долбанный пумиселект. Знал бы, что такие будут плоды такого веса на всех абрикосах. Я бы его в жизни не заводил бы. Но на вид, конечно, он кажется крупнее. Ну вот, тут 60 грамм, да, средний вес. Вот, 72 есть даже. Блин, ну, плоды. Вот, реально чистенькие, шикарные, очень красивые. И один плод, только шикушал, то, конечно, один сахар. Ну, сейчас разрежем, продегустируем. 65, 66. И такой вот он плотный, вот он спелый, он плотный. Сорт уже поспел. На тех ветках, которые были на солнце. Ну, видите, какой вес у него. 64, 60, 66. Вес отличный. Товарность тоже шикарная. То есть, ну, такой сорт на базаре должен улетать. Так, давайте сейчас разрежем. Косточка у этого сорта должна быть сладкое ядро. Да, абрикос плотный. Вот он спелый, все, но он плотный. Вот так вот. Косточка, видите, отделяется. Она свободная, а тут он телепается. Вот, свободная косточка. Давайте сейчас поразрезаем его. Посмотрим, какая мякоть у всех. Вот так вот. Косточка довольно-таки крупная. Ну-ка, где-то тут поспелье можно выбрать. А елки-пак, и улетел. Ладно, хайкатится. Да, косточка у всех плодов свободная. Так. Вот так вот. Давайте посмотрим по соку. Как он? Сочный или нет? В меру сочный. Не скажу, что очень много сока. При выдавливании. Но сорт сейчас продегустируем. Посмотрим, какой на вкус. Мякоть сочная. Очень сладкая. Вот, честно говоря, как мед. Вот медовый вкус. Абрикос вообще. Ну, это она носовая группа. Она вся сладющая. Просто класс. Ароматный. Очень приятный, вкусный аромат у этого абрикоса. Шкурка. Чуть-чуть с кислинкой. Легенькой. А так, конечно, красота. Сока не сильно много при выдавливании. Не скажу, даже не капает с этого. Сорт очень вкусный. Я его всем рекомендую. Очень сладкий для любителей, ценителей сладких абрикос. Тем более, сорт ценится за то, что он хорошо транспортабельный. Это промышленный сорт из Румынии, румынской селекции. Сорт замечательный. Поздний, вкусный, сладкий, товарный. Для рынка, я думаю, незаменим. Есть черенки этого сорта. Кому понравился сорт, кого он заинтересовал, можете звонить, заказывать. И будет у вас в саду расти такой отличнейший сорт. Вот таких вот товарных, красивых качеств. На солнце может быть с легким румянцем вот таким. В тени будет вот такого цвета. Желтого. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.